Говорящие руки вам шлют пламенный бигбейт, привет! Выходит так, что в этом сезоне ловя на бульдоги я буду использовать три палки. И судя по всему, в моих летних и осенних рыбалках данные приманки будут мелькать в этом сезоне достаточно часто. Бульдоги, эти замечательные джерки, вы не ослышались, это именно джеркбейты, так классифицирует этот вид приманок сам производитель. И вот в данном ролике я хотел просто помочь людям сориентироваться исключительно по размерам и весам данных приманок, какие бывают в классическом исполнении оригинальных бульдогов. И в конце ролика скажу несколько слов о двух самых популярных размерах медуз. Вот все мы говорим бульдоги, бульдоги. Бриолин выпустил свои приманки, так и назвал одним словом бульдоги. Но в оригинале это два слова бул и док. Я для себя как-то пытаюсь до сих пор сформулировать правильный перевод литературный. Но пока есть только теории. Написал письмо производителю, возможно они мне ответят, тогда я этой информацией с вами поделюсь. Ну а пока мои теории сводятся к следующему. Слово бул переводится как бык, но или в более общем смысле это совец любого крупного животного. Ну в принципе, если сравнить со стандартной щучьей приманкой, ну тут действительно крупное животное и судя по всему самец. Также мы знаем с вами выражение булшит. И его сокращенная форма это бул, то бишь хрень. И что я хочу сказать? Глядя на вот эту приманку, не сказать, что это не хрень достаточно сложно. Но еще как один из вариантов, бул это сокращенная форма произнесения булшарк. Акула бык там, где она обитает, как правило ее называют сокращенно всегда бул. А эта акула обладает достаточно компактным, плотным телом, весьма агрессивно. И что самое интересное, охотится на мелководье. А как мы знаем, большинство рыбалок на маскинонга, они и происходят на мелководье. И приманка, вот эта, бульдог, она проводится в достаточно агрессивной манере. Может быть поэтому. А слово док, оно переводится как приятель, кореш. То есть, грубо говоря, твоя карманная акула бык, позволяющая тебе ловить маскинонга в агрессивной манере на мелководье. Мощно задвинул, внушает. Ну еще об общих чертах этих приманок. Они бывают в варианте тонущим и для проводки на мелководье. Значит, тонущие версии это мальчики, варианты для проводки на мелководье это девочки. Отличаются очень легко по внешним половым признакам. Девочку видно сразу. Ну а соответственно, все что не девочки, то мальчики. Ну у нас в стране, слава богу, пока это так. Ну и начнем, пожалуй, с вот таких небольших бульдогов, которые в принципе своими размерами нашего среднестатистического рыболова особенно пугать и не должны. Разве что размерами крючков и проволоки, из которой они сделаны. Это приманки 6 дюймов длиной и весом в 1,2 унции. Такие компактные приманки предназначены для скоростной ловли маскинонга, да и в принципе щуки весной по меликам. Ну по щуке у нас они будут работать круглогодично. Единственная их особенность, которую я выявил, у меня их было 4 штуки, вот осталось 2, это одна из них. Эти приманки со щукой играют в русскую рулетку, у которой барабан состоит из двух отверстий для пуль. И пуль, как правило, либо одна, либо две, потому что они редко, когда переживают несколько поклевок, их разматывают, особенно такие бойкие щучки в районе 2 килограмм. Если она агрессивно взяла и начинает его жевать, то он в очень страшном состоянии обычно. Несколько ремонтов и на свалку. Дальше классика. Регулярные размеры бульдогов, соответственно, 9 дюймов. Вес у тонущих версий 4,6 ун. Примерно у плавающих 3,4 ун. Ну не у плавающих, у мелководных, правильно я говорю. Лично я предпочитаю мелководные версии, всегда при ловле щуки. И тонущие у меня в арсенале тоже присутствуют, безусловно. Но мне больше нравится, как себя показывают шеллоу версии. Далее у нас идут магнумы. Магнумы это приманки уже 12 дюймов длиной. И весом в тонущих версиях 8 ун. И в мелководных 6,9 ун. Вот мои два магнума отличаются хвостами. Это магнум с классическим хвостом. А этот магнум оснащен хвостом от еще большей модели Super Magnum. А также есть еще один интересный нюанс. Характерный также для всех типоразмеров бульдогов. Пожалуй, только за исключением самого маленького. Это разные варианты исполнения оснастки. Есть вот подвижная оснастка. Эти модели, как правило, маркируются аббревиатурой PRO. И, соответственно, классическая оснастка, когда проволока и каркас жесткий. И приманка не гнется. Вообще, надо сказать, что вариаций бульдогов в каждом типоразмере достаточно много. Есть и двуххвостовые приманки, и четыреххвостовые. Есть приманки с лепестком, присоединенным здесь. И на закуску это Super Magnum или Pounder, как их называют. Они, соответственно, в длине 16 дюймов исполняются. И тонущие версии весят 13,7 унций в среднем. А их мелководные, друзья, в версии 12,6 унций. Ну, вот у меня, как видно, девочка, то бишь, приманка для ловли на мелководье, в кавычках. Ну, во-первых, почему это так? У меня нет удилища, которое способно было бы пережевывать Pounder. А во-вторых, мое личное мнение, что в приманках такого размера версия условно мелководная для ловли щуки на любом горизонте подходит больше. Ну, и сравним теперь размеры. Super Magnum, Magnum. Заметное отличие, не правда ли? Наибольшая, пользующаяся популярностью, это Regular. Размер регулярный. У меня их тоже больше всего. Наверное, штук 5 еще старых вариантов исполнения. Ну, и совсем у нас малоизвестный Bulldog. Ну, вот такая интересная пирамидка из Bulldog получается. Надеюсь, что этим летом мы поиспытываем удилища на прочность на данных приманках, поиспытываем нервы щуки. Ну, в общем, активно на них половим. Так что до встречи на водоеме, а также приглашаю вас в наш BigBaitный чат для обмена опытом и информацией. Возможно, там вы чего-то нам тоже про Bulldog расскажете. Да, про мендузы совсем забыл. У нас на рынке, насколько я смотрю, представлены два основных размера. Это regular размер регулярный и mid медузы. Вот, собственно говоря, так они примерно отличаются размерами. Если сравнить их с регулярным Bulldog, то есть, медуза regular, она по своей форме чуть покрупнее регулярного Bulldog получается. Площадь поверхности, понятно, у него больше. Она заточена чуть-чуть под другую проводку. Вот, лоб у неё примерно такой же, чуть поменьше, чем у регулярного Bulldog. А если сравнить с mid-medузой, да, то она, ну, совсем покомпактнее получается. Ну, вот таким образом, по медузам, mid-medуза regular, да, и сравнение с регулярным Bulldog. Так вот они где-то и укладываются под своим размером. Вот такие дела. Теперь пока. Всё.